Итак, следующий целый ряд связанных с друг другом сюжетов имеет название МТФ, или расшифровка «Малая теорема Ферма». Есть два строительных кирпича. Теорема Безу и следствие, что у каждого многочлена с коэффициентами в остатках по модулю простого числа корней не больше, чем его степень. И «Малая теорема Ферма» — это некоторое утверждение просто про систему остатков, которые мы будем доказывать кучей разных способов. У нас как минимум, может быть не сразу, но со временем появятся четыре разных доказательства. Ну что же, что же утверждает «Малая теорема Ферма»? Ну давайте посмотрим. Мы на самом деле ее уже встречали. 0, 1, 2, 3, 4 мы возводили в пятую степень, изучали значение многочлена х пятой. И получилось тоже 0, 1, 2, 3, 4. Так вот, это неспроста, это был намек, это был тонкий намек. И утверждение следующее. Для любого простого P, для любого остатка 0, 1, и так далее, P-1, A в степени P равно A по модулю P. Вот. То есть остаток, если говорить русским языком, то если мы в P-тую степень возведем любое число, то остаток отделения на P будет на P ровно таким же, как у самого числа. Вот. Ну давайте ее немножко более удобно переформулируем. Значит, она переформулируется более удобно так, что для любого A из множества ненулевых остатков A в P-1 равно 1. Почему это нам удобнее, я скажу чуть позже. А пока я просто хочу продемонстрировать, почему это то же самое. Ну давайте в эту сторону. Допустим, мы смогли вот это доказать. Тогда что мы делаем? Тогда для всех ненулевых остатков просто домножаем на A и получаем то же самое равенство, которое написано. А если A равно 0, то тут и доказывать нечего. Если A делится на P, то P в P, то и P, естественно, дает остаток 0 при делении на P. Как говорится, конечный пятачок, я и сам так думаю. Поэтому в ту сторону понятно. А в эту? Ну в эту нам, во-первых, нужно рассмотреть это равенство для всех ненулевых остатков. То есть A не делится на P. Но если A не делится на P, то тогда смотрите, что у нас получается. A в P это минус A равно 0 по модулю P. То есть делится на P. А что такое A в P это минус A? Это A умножить на A в P минус 1 минус 1. И вот это вот все делится на P. И вот опять, и снова, и снова применяем одно и то же. Отсутствие делителей нуля. Делителей нуля в Z по PZ приводит нас к выводу. Что вторая скобка делится на P. Если A умножить на A в P минус 1 минус 1 равно 0 по модулю P. И A не равно 0 по модулю P. То A в P минус 1 минус 1 равно 0. То есть A в P минус 1 равно 1. Мод P. Вот. Но это только переформулировка, естественно. Значит, это означает, что нам достаточно доказывать ее в том виде, в котором нам нравится ее доказывать. Вот. Ну вот. Первое доказательство. Первое. Доказательство. МТФ. Будет именно вот этого факта, что A в P минус 1 равно 1. Будет таким. Выпишем в таблице умножения по модулю P. Посмотрим на строку с номером A. Вот у нас A не нулевое. Значит, это какой-то остаток от 1 до P минус 1. Вот здесь все разные. Остатки, в чем мы убеждались несколько сюжетов назад. Все разные остатки, не нулевые. То есть нет нуля, и все остатки разные вот в этой строке. Прекрасно. Что это означает? Что? A. Это в первом столбике. 2A. Это во втором столбике. 3A. Это в третьем столбике. Так далее. P минус 1 умножить на A в последнем столбике. Вот это множество является перестановкой множества 1, 2, так далее и P минус 1. Все встречаются. Все разные. Нулей нет. А тогда, если я их все перемножу, то получится то же самое, как если я перемножу все от 1 до P минус 1. А знаете, как называется произведение всех чисел от 1 до N? Я, честно говоря, не помню, было ли у нас это, до этого появлялось или нет, но такое произведение называется N факториал. Вот так означается восклицательным знаком. В принципе, это нам сейчас не обязательно знать, но просто на будущее нам это много раз будет нужно знать. Вот. Ну там, например, 4 факториал это 1 на 2 на 3 на 4 равно 24. 5 факториал равно 120 и так далее. И тогда A умножить на 2A умножить на 3A и так далее на P минус 1A. Вот это все произведение. Да, это то же самое, что все вот это произведение. То есть P минус 1 факториал. Далее. Что здесь написано? Здесь написано произведение P минус 1 скобочки, в каждой из которых стоит A и что-то еще. Если я все A вытяну отсюда, то что у меня будет? У меня будет A как раз в нужной нам P минус 1 степени, а дальше из каждой скобки пойдет 1, 2, 3 и так далее до P минус 1. И это все будет равно P минус 1 факториал по модулю P, то есть тот же остаток давать. Но позвольте, это означает, что A в P минус 1 умножить на P минус 1 факториал равно P минус 1 факториал. Ну а теперь что мы делаем? Мы замечаем, что P минус 1 факториал как произведение ненулевых остатков нулем тоже быть не может из-за отсутствия делителя нуля. То есть это тоже какой-то остаток вот среди этих. Но если это какой-то остаток среди этих, то на него можно сократить. То есть у нас A в P минус 1 умножить на какой-то остаток альфа равен альфа. Домножим на обратный к альфа и получим, что A в P минус 1 на альфа на обратный к нему бета какой-то там другой, который при умножении на альфа дает единицу. Он всегда есть. Равен альфу умножить на бета. То есть все доказано. A в P минус 1 равно 1. Вот мы доказали малую теремию фирма первым. самым конкретным, самым непосредственным способом. Есть еще много-много способов, из которых я знаю три. Они все очень красивые. В общем-то, каждый порождает идею о новой ветве науки. Каждую из этих ветвей науки математики мы будем в дальнейшем изучать. Но пока, по крайней мере, вы теперь знаете и умеете доказывать малую теремию фирма. Вот. И мы можем двигаться дальше.